На юг от Вены есть небольшой городок Санта-Карана. Поехали мы туда в отпуск. Ну отпуск, не отпуск. Решили 5 дней отдохнуть в городке на этой улочке, вот в этом маленьком отеле. Собственно называется он не отель, он называется кафе, но при нем есть пару хороших номеров. И вид с этих номеров великолепный. Воздух свежайший, панорамы красивейшие, тишина неописуемая. Все располагало к отдыху. Те, кто подписан на мой канал давно, те хорошо знают. Одно из любимых моих времяпрепровождений это пешие прогулки. А тут мы выехали в горы. Сосновые леса, чистый воздух, нежаркая погода. И я пошел гулять. И вот, проходя по одной из троп, я обнаружил вот такую картинку. Среди леса, где народу, наверное, немного, живут белоснежка и семь гномов. Прямо настоящая сказка. Ну, конечно, чуть позже я на эту тропу привел своих, свою семью. Это же сказочная тропа оказалась. Но сначала я провел разведку. Проходя по этой тропе, подготовленной, как вы видите, я увидел еще одну сказочную группу. Вот два таких нехороших сказочных персонажа. Макс и Морец. О нем написал автор еще в конце 18 века. Рассказ о двух мальчишках-хулиганах, которые делают много-много всяких неприятных вещей своим соседям, живущим в той же деревне. Там такие проказы, как, например, берут две веревки, связывают их. На конце каждой из веревок прикрепляют по кусочку хлеба. Этот хлеб одновременно съедает петух и три курицы, которые пытались улететь. Слетели, зацепились за дерево и там повисли. Женщина, у которой были эти куры, взяла их, зажарила. Пока они в печке жарились, она пошла в погреб. Макс и Морец утащили через трубу всех кур и их тихо съедают. Какой-то портной с деревни, сделаем замечание. Они взяли, надпилили мостик, заставили его пройти. Портной падает в воду, они смеются. Потом местный пастор, который пытался их вразумить, закуривает трубку, которую они перед этим набили порохом. Тоже чуть не погибает, своему дядюшке, который учит их жить, говорит, что хорошо, что плохо. Наловили кучу майских жуков, сунули под одеяло. Когда тот проснулся от того, что по нему лазили жуки, они стояли и смеялись. Потом они ходили в пекарне и украсть выпечку, но упали в тесто. Уже в тесте их пекарь запекает. Потом Макс и Морец у фермера разрезают мешки, высыпают зерно. Фермер на них разозлился, засунул мешки, отдал вам мельницу, где их перетерли в муку и их съели утки. И в рассказе говорится о том, что никто в деревне не пожалел. Вот такая сказка черного юмора. Мораль сказки сводится к тому, что плохих людей никто не любит. Те, кто делает другим плохо, сами обычно страдают. А я продолжил разведку. Это было утро, впереди прогулка с семьей, надо было все-все-все разведать. Впереди показался указатель пешеходных троп. И кто, 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 кто это тут живет? А тут встретилась красная шапочка, серый волк и охотник. Вот такая вот встреча на лесной тропе. Вот какие они красавцы все. Так, а пешеходный указатель говорит, что это сказочная тропа. Кстати, заметили, около каждой сказки стоит ее текст. Для тех, кто не знает. Но я продолжу поиски. Так, а это кто у нас тут такой? Какая-то ранная дама. Сколько у нее олененок. Ну-ка, давайте вспомним, что это за сказка. Я не буду вам пересказывать эту сказку. Просто вспомните сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушка. Помните, не пей, служи, козленочком станешь. Эта сказка очень похожа на ту, которую мы с вами все знаем. Смотрите, этот лес полон чудес и сказок. Ой, как интересно. А кто тут еще живет? Давайте, давайте быстро искать. Да, до следующей сказки пришлось идти очень долго. Или я ушел не на ту тропу? Нет, 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 все правильно. Вот она тропа. Вот она следующая сказка. Охотник с собачкой. Так, идем дальше. Скоро семья проснется. Мне надо будет ее провести сюда. Смотрите, две гусени и какая-то сказочная королева или принцесса. Кто она? Какие интересные, красивые фигурки. Посмотрел, посмотрел я на эту сказку и понял. Помните Золушку? Вот эта сказка очень похожа на Золушку. Умерла мама, отец через какое-то время привел новую жену, которой было двое своих дочерей. Когда отец уехал по каким-то делам, мама дала какую-то хромую лошадь девочке и отправила ее в лес. Причем лошадь дала такую, чтобы она завезла где-то подольше, а назад вернуться уже не смогла. Девочка оказалась среди пастухов гусей. Научилась за ними ухаживать. Гуси ее очень любили. Она была очень внимательная. Она была очень заботливая. Она очень много умела работать. Ее увидел не принц, правда, не какой-то там король. Увидел ее сын богатого человека. И она понравилась. Он в нее влюбился. Ну, все заканчивается свадьбой и хорошей длинной жизнью. И опять на поиске. И опять в разведку. Вот впереди еще одна фигурка. Так. Ой, ну это зверек. Какой-то странный зверек с тележкой. Интересно, что он собирает? Орешки? Зернышки? Или еще что-то? Симпатичный какой зверек был. А, смотрите, какая красотуля. А сделал, как он красивый. Тут еще какая-то сказка живет. Видите, везде по каждой сказке ее текст. А, ну этого охотника с собачкой мы уже где-то встречали. Так, а это что за домик? Это такой семейный домик, в котором рассказывается, что эту дорогу сказок сделали в 1954 году. И строила ее целая семья. А еще, кроме сказок, есть здесь дорожка знаний. Видите, деревья подписаны. Чтоб дети и взрослые понимали, какие деревья здесь растут. Чтоб знали их название. Интересная тропа, правда? А вот эта лавочка, очень старая. Я думаю, как раз такие лавочки истали на этой дороге в 1954 году, когда эта дорога создавалась. А теперь я быстренько-быстренько иду к дому, чтобы забрать своих деток и показать им сказки. А вот здесь представлена сказка «Царевна лягушка», а только наоборот. Это царь лягушка. Три принцессы играли во дворе с золотым мячом. Мяч упал. Колодец утонул. Младшая принцесса, красавица, виновная в утоплении. Шары расплакались. Ее сестры разбежались. Из воды вылезла лягушка, которая пообещала помочь в этой беде принцессе, чтоб ее никто не ругал. Но на одном условии. Принцесса должна будет взять с собой лягушку, посадить ее за стол с собой, гулять вместе с ней, ложиться спать, ложить ее рядом с собой. В общем, делать все, что хочет лягушка. Так, чтобы эта лягушка как бы жила вместе с принцессой. Принцесса получила шар, развернулась и убежала через минуту, забыв про свои обещания. На следующее утро, когда сели завтракать, в дверь постучали, младшая принцесса открыла дверь и увидела лягушку. Она испугалась, закрыла дверь. Дверь опять постучали, она опять открыла дверь. Увидела, что лягушка хочет войти, она отпихнула ее ногой. Лягушка продолжала стучать и стучать. Наконец, отец спросил, что там такое. Принцесса ей все рассказала. И отец король говорит, нельзя с презрением относиться к тем, кто тебе помог в тяжелую минуту. Принцесса взяла лягушку, посадила с собой. Лягушка ела вместе с принцессой, с ее тарелкой, потом сидела рядом с ней на кресле. Потом лягушка сказала, что она устала, ее надо отнести в кровать. Младшая принцесса все это сделала. Лягушка захотела поцеловать принцессу, та ее оттолкнула, лягушка упала на пол и превратилась в прекрасного принца. Он сказал, что был очарован злой ведьмой и может быть прощен, только женить бы на принцессе. Вот такая царевна лягушка наоборот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова